Кремлёвская пропаганда Но буквально вчера российская пропаганда вдруг решила, что мы для них братья. И теперь в эфире новый тренд Кремля. Примирение народов. Украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Почему после аннексии Крыма и затяжной войны на Донбассе Путин вдруг решил вспомнить о братстве народов? И готовы ли украинцы к этому примирению? Смотрите прямо сейчас. Никаких фашистов и хунты. Кремль изменил информационную тактику в отношении Украины. Теперь мы снова братский народ. В октябре Владимир Путин сказал это впервые. Украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. И тут же новую кремлёвскую моду подхватили российские центральные каналы и популярные блогеры. Понятно, что фашизм это совокупность черт из списка. Но, как пишет Умберто Эка, вообще-то при наличии даже одной из них начинает конденсироваться фашистская туманность. Нас связывает общность этническая, духовная, религиозная, историческая. И надеясь, что опираясь именно на эти фундаментальные основы нашего взаимодействия, мы будем развивать наши отношения в будущем. Кто вновь пытается лепить с Украины и России братские народы? Чтобы люди фотографировались и говорили, что русские это наши братья. Зачем Кремлю после аннексии Крыма и войны на Донбассе использовать технологию примирения? То есть продолжается информационная война. И как бы, ну вот её новый виток, это там как братания а-ля братских скобочках народов. Ну, оно возникло неспроста. И как новую риторику Кремля о прощении России и братских народах воспринимают украинцы? Смотрите только в секретных материалах. Украина встанет на ноги, будет развиваться позитивно, вместе с Россией будет строить своё будущее. Идеология братских народов, которая эффективно работала после развала СССР, сегодня обретает второе дыхание. Украина – наш ближайший сосед. Народ нам братский. Для меня Украина – это родная страна, это родной народ. Это мой народ и моя паства. Россияне активно снимают ролики о примирении с украинцами с помощью георгиевской ленточки. А по центральным российским телеканалам раскручивают повод примирения народов России и Украины. Замерзающий украинский город Геническ в Херсонской области стал получать газ из России. История с украинским Геническом – очередной жест руки помощи от старшего брата, который якобы помогает Украине пережить морозы. Здесь регулируют давление газа, чтобы в украинском Геническе не замерзали люди. Наш мэр попросил у правительства Крыма, чтобы нам включили газ. Теперь мы можем приготовить покушать, и у нас теперь тепло в квартире. Здесь не нужно быть политтехнологом, чтобы увидеть. Героине сюжета пришлось немного подучить текст для интервью. Основной же удар в новой информационной войне российские спецслужбы решили нанести через интернет. В сети даже появился отдельный сайт, на котором активно обсуждают то, что мы все же братья. А сообщения россиян и украинцев здесь уж очень напоминают те, что звучат из российских телевизоров. Молодцы! Придумка очень хорошая! Спасибо тем, кто смог ее осуществить! Украинцы, душа болит за вас! Если б знать, как придушить нашего общего врага, который пляшет на наших костях. Россия и Украина все равно будут вместе! Один мы народ, как ни крути! Народы России и Украины – один народ. Запад проводит политику, разделяя и властвует. Мы должны быть едины, тогда победим, как в Великой Отечественной войне. Именно интернет-технологии стали сегодня основным оружием Кремля для примирения с Украиной. В сети легко маскировать свои цели и скрывать имена реальных заказчиков. Но самое главное – координировать братство народов можно на расстоянии. Я исхожу из интересов Украины. Сотрудничать с Российской Федерацией выгодно. Я исхожу из интересов своего государства. С Иваном Проценко мы встречаемся возле Кремля – главного символа России. Этот якобы украинский общественный деятель запустил в Москве флешмоб о примирении двух народов. Чтобы люди фотографировались и говорили, что русские – это наши братья. Главный месседж – во всем виноваты политики. Украинские, конечно. Уже фактически два года идет пропаганда ненависти и розни между русскими и украинцами. Но на самом деле это все существует только в экранах телевизоров и в СМИ. То есть это льется из уст политиков. Это политзаказ. Его социальные сети пестрят георгиевскими лентами, антиамериканскими и пророссийскими лозунгами. А на днях, сразу после заявления Путина… Украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Здесь неожиданно добавились месседжи о братских народах. И о том, что войны между Украиной и Россией нет. А все происходящее на Донбассе – сугубо украинская проблема. Факт войны – это понятие сугубо раздутое, потому что на самом деле никакой вражды и противостояния между Россией и Украиной на Донбассе, вот к примеру, нет. На Донбассе, если официально формулировать этот вопрос, то идет гражданская война. Все как в темниках Путина. Курс на примирение Россия взяла после неудачной кампании в Сирии и начала противостояния с Турцией. Война на несколько фронтов с такими проблемами в экономике России не нужна. Да и на Донбассе Кремль свои проблемы уже почти решил. ЛДНР существует и даже строит что-то похожее на государственную модель управления. Это – плацдарм для будущих наступлений. Кремль не послабляет военных действий на Донбассе, раз, второе, продолжаются попытки расшатать ситуацию в регионах так называемой русской весны, то есть там теракты, запугивания, ну и третье, как бы Кремль делает большую ставку на политический кризис внутри страны. Подобную схему русские уже откатали в Грузии. После прекращения огня Россия запела ту же песню о примирении народов. Сразу после Грузинской войны такое было. Результат мы сейчас видим. Пророссийское большинство в стране, которое, казалось бы, произошли, отличная просто реформа. И как оказалось, тактика Кремля по примирению работает, даже несмотря на тысячи убитых российскими солдатами украинцев. Так, под видом интернет-блогеров, мы предложили обратиться украинцам к нашему русскому братскому народу в разных уголках страны. Для российского народа я хочу, чтобы мы жили в мире и в злогоди. Я думаю, что память все остается, и она так сверху не старается. Правда, находятся и такие, кто хоть и разделяет понятия дружественных народов, но только без Путина. В столице Украины складывается такое впечатление, что войны между Украиной и Россией нет вовсе. Один из немногих, кто считает, что мы не братья, студент Киево-Могилянской академии. В Министерстве информационной политики, где, казалось бы, должны продумывать ответы на информацию, информационные атаки Кремля, четкого плана борьбы с новой российской пропагандой нет. Краще, контрпропаганда – это правда. Так, что мы показываем подии, которые происходят на Сходе, если мы показываем эту технику этих российских военных, которые там воюют, ну, далее украинский народ будет выставки сам. Да и надо ли бороться с примирением? И собираемся ли мы мириться с Россией? В Министерстве, кажется, не знают.